приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня у меня вот эти замечательные великолепные но просто очаровательные цветы они называются мультифлора кто-то их просто называют дубками ну а это кризантема и очень очарованная этой кризантемой и каждый год хочется еще новые и новые развести и у них есть особенности для их выращивания я сегодня вам об этом все расскажу подробно вот уже прошел и ни один морозец и смотрите они прекрасные зеленые все ну да уже мороз конечно их побил но листья зеленые и растения здоровые это те растения которые я обрабатывала а два растения сейчас мы подойдем к ним я не обрабатывала вообще и увидите разницу здесь вы видели у меня очень красивые были клумбы с мультифлорой и также другие хризантемы тоже себя чувствовали нормально здоровыми но что я все одинаково обрабатывают ну а вот два кустика страдальца здесь у меня вот эти два растения я их вообще не обрабатывала вот смотрите это болезни грибковые заболевания вот даже они не смогли полностью развиваться нормально вот каких бедненьких изнутри вот это хорошо видно вот эти споры грибковых заболеваний как их вот что творится уничтожали простите меня страдальцы я попробую их весной фитоспорином залить ну а сейчас так и оставлю на зиму даже цветение и кустики оказались намного менее пышные менее развиты вот они все болезненные такие к сожалению но я их простите меня растения оставила без обработок только для того чтобы показать разницу тех которые обрабатывали и тех которые не обрабатывали против болезней и против вредителей поэтому именно эта тема сегодня у нас стоит на повестке дня и о ней мы сейчас поговорим продолжая это видео у прекрасных цветов брызги шампанского здесь у дома на южной стороне они продолжают цвести даже после уже нескольких таких солидных морозов ночных но они тоже кстати здоровое растение потому что они проходили тоже всю защиту от болезней и от вредителей от об этом мы как раз будем говорить сейчас и не просто я отдельно делала растворы и защищала свои хризантемы причем не только хризантему мультифлору но и все хризантемы высокороста и те которые у меня есть так вот я сейчас сделала такую выборку у меня под есть плейлисты по цветам и обработки защиты растений это можно найти состав молочного коктейля летом все мои испытания все это снимала можете найти эти видео я сделаю сносочки но вот я здесь сделала вот такой обзор анализ что я делала вот обработки хризантем я совмещала с обработками всех растений которые у меня в огороде в теплице и вот первая обработка была тех хризантем которые у меня вышли с зимы 19 мая это была обработка с карада м это биопрепарат который борется с вредителями у нас было много три поэтому нужно было обработать уже весной именно этим препаратом я и спасла свои растения от вредителей 22 мая я проводила обработку всех всех растений огорода молочным коктейлем и не только огорода но и тепличных растений и естественно по всем хризантемам ну кроме у меня череночник был там я не обрабатывала потому что там все было нормально они в теплице находились на них возможно попал чуть-чуть туман молочного коктейля но это незначительно было они были здоровые потому что посадка была в грунт где был пролит фитоспорин поэтому именно гель фитоспорин паста гель которые как раз очень хорошо служат для того чтобы защитить растения от спор грибковых заболеваний о молочном коктейле у меня есть видео и прошлом году и в этом году 2019 поэтому сделаю сноски посмотрите более подробно не хочу останавливаться сейчас занимать ваше время в июне месяце я уже проводила три обработки но 7 июня так как очень развивались разные виды тли и естественно не только на других растениях особенно на розах поэтому мне пришлось обработать все растения в огороде с карада м это очень хороший биопрепарат о нем у меня тоже есть видео и это единственный препарат пока на сегодняшний день который биопрепарат био инсектицид который мне помогает бороться со всеми вредителями там есть два вида с карада м фруктовые фруктово-ягодные и картофель и вот я вот эти бактерии соединяю и обработки обрабатывают 14 июня я провела обработку в теплице огурцов раствором сыроватки сыроватки и йода так вот этот раствор состоял с 8 литр воды 2 литра сыроватки и 10 капель йода у меня оставалось где-то литра вот этого раствора и естественно я прошлась и по хризантемам у меня хороший распылитель такой очень хороший опрыскиватель поэтому и они небольшие растения были очень быстро мне хватило принципе литра для того чтобы пройтись по растениям затем 23 июня я приобрела нашла очень хорошие старый мой уже испытанный гаупсин у нас появились появился этот как раз препарат в магазине так вот я 9 литра воды плюс пол литра гаупсина и 0,5 литра то есть пол литра трихофита и добавила по 50 миллилитров скарада м как раз момент когда я уже готовила обработку у меня тоже кстати видео есть я вот этот коктейль готовлю каждый препарат развожу отдельно а потом соединяю так вот 23 июня вот этим коктейлем тоже обработала свои растения в огороде и обработала хризантемы в июне вот это было 3 обработки затем июль 0 5 июля я уже начала использовать вот провела испытания и начала размножать дома трихофит и гаупсин тоже есть видео я то в 3 литра то можно чуть чуть больше разводила вот этот препарат добавляла сахар и немножко дрожжей за несколько часов до обработки и потом вот это все вместе соединяла и обрабатывала все растения супер результат как раз тем более были небольшие дождики они как раз и жара и создают такие благоприятные условия для того чтобы развивались споры грибковых заболеваний но не тут то было я с ними справилась и 20 июля снова же скарада м очень много вредителей было по 50 миллилитров уже на 10 литров воды два вида вот этих скарада м био инсектициды использовала а 26 июля я сделала повтор вот этого 0 когда 0 5 июля я проводила 3 хафит гаупсин сахар и сухие дрожжи вот это снова сделала такой хороший коктейль своеобразный соединила и повторила 26 июля замечательно она сработала вы знаете вот особенно вот что касается 3 хафита и гаупсина он не только вот гаупсин защищает от болезней и и в то же время дает большое количество азота именно с воздуха берет и дает растениям и дает еще и своеобразный толчок роста потому что есть в этом препарате гормон роста а 3 хафит обживается не только на растения но и в грунте и защищает растения от почвенных патогенов и также борется со всеми спорами грибковых заболеваний именно на хризантемах но и на растения переходим к августу в июле мы все это сделали 4 августа я проводила второй готовила второй раз молочный коктейль для всех растений особенно для тепличных у меня тепличные молочным коктейлем обрабатывала и те растения которые у меня были в открытом грунте и и вот 4 августа снова же у меня есть видео на эту тему по молочному коктейлю поэтому оставай останавливаться не буду скажу что нужно обязательно так как я видео показываю последовательность вот эту обязательно использовать для того чтобы получить хороший результат 13 августа я снова против вредителей обработала хризантемы с карадоем уже тоже по 50 миллилитров очень большое количество было в это время вредители а 22 августа уже просто так как у меня и трихофит и гаупсин закончился и нужно было быстро там как раз туманы пошли я приготовила раствор дрожжей сухих и сахара просто в пяти литрах взяла развела пол литра сахара и добавила две столовые ложки сухих дрожжей обычных вот этих хлебопекарский и обработала все растения правда они у меня в тепле постояли жара была стояла такая жара я где-то после обеда в часа три развела вот это все накрыла крышкой для того чтобы солнце не попадало и получилась такая брашка к 7 часам и в 7 часов вечера я обработала все растения в огороде но естественно своей прекрасной хризантемы в сентябре я уже не обрабатывала не опрыскивала но вот в сентябре я сделала такой тоже выписку я поливала фитоспорин у меня появился фитоспорин к там и защита и плюс еще очень хорошо там была подкормочка так как очень много там питательных различных веществ и я именно слейки проливала полив делала и проливала по всем растениям дважды в сентябре а в октябре уже просто наслаждались конец сентября начали цвести мои хризантемы а затем я наслаждалась вот этой красотой и мы все наслаждались которая вот длилась до морозов в декабре месяце и сегодня уже сегодня я снимаю это видео сегодня 6 декабря 2019 года и делюсь с вами вот этой важной информацией о том как защитить хризантемы мы не отдельно для цветов не делаем какие-то особые растворы все что делаем это органика это биопрепараты и самое главное то что можно дешево найти использовать подручные различные средства аптечные все это обрабатывается все растения обрабатываются и они нам как раз служат экологически чистое во первых пространство и служат нам таким хорошим настроением потому что эта красота она вдохновляет на прекрасное настроение на позитив и на созидание но на этом пока ставлю запятую потому что этой теме мультифлоре мы еще будем посвящать наше видео это новая тема и очень важная меняется климат и меняется как раз технологии и мы обязательно в будущем будем об этом рассказывать но сегодня мы говорим вам пока пока до новых встреч в новых видео